Кстати, об инфекциях. Люди, переболевшие COVID-19 и с высоким уровнем антител, могут заразиться повторно. Об этом рассказали разработчики препарата «Спутник Ви». Есть случаи, когда люди с высокими антителами заболевают повторно. Пока российские ученые не могут выявить критерии, на каких антителах есть защита. Поэтому советуют прививаться. Сегодня Минздрав страны не выработал рекомендации о чистоте вакцинации, но желающие раз в полгода-год могут ревакцинироваться и не перепроверять уровень антител, поддерживая их на определенном уровне. Все эти люди, которые рассчитывают на свой иммунитет, им бы нужно видеть вторую сторону. То есть всех тех людей, которые рассчитывали на свой иммунитет и которых нет или которые там стали инвалидами. Тяжелые неврологические последствия, тромбозы, чего только нет после коронавирусной инфекции. Им бы нужно показать вот эту сторону, а не просто, знаете, это не просто такое ребячество, что у меня иммунитет хороший, я все выдержу. Нужно видеть всю картинку. И вот когда люди увидят всю картинку, вот тогда пусть они принимают решение. Но опять же таки вернусь на ту же позицию. Принимать решение все равно должен человек. Нельзя никому навязывать необходимость вакцинации. Тем временем на 5 апреля в Якутии выявили 29 новых случаев COVID-19. 19 из них в столице республики, двое заболевших в Миринском районе, в Ленском новых случаев не выявлено.